Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 25 лет, живу с родителями, по-другому пока не получается. В некоторые дни я чувствую напряжение почему-то. Их присутствие, и, наверное, то, что я уже взрослый, оказывается. У меня почему-то пассивная агрессия к ним, иногда я думаю, что это что это за люди, почему я должна им готовить. Когда подаю папе еду, ну, после работы, почему-то я испытываю неловкость и смущение. К папе вообще какое-то странное отношение, как будто я злюсь на него, его мало было в детстве, много работал и отсутствовал, даже когда присутствовал. А сейчас я ничего не испытываю к ним, что это, почему так происходит. Почему они постоянно чего-то хотят, слышу их разговоры, смущает меня это, как будто на иголках не умею нормально воспринимать. Мама, вообще я без него ничего не могу, как-то не очень это. Хотя она наоборот, его всегда толкает без толчка, он как будто ничего не может. Может у меня к нему плохое отношение, что делать? Ну, аноним, если как-то вот по порядку разбирать ваш текст, ну вот, то начинаете вы со своего возраста и с того, что живёт на традиции, по-другому пока не получается, пишите вы. Я не думаю, что возраст, ну вот, ваш возраст, вы упомянули прям-таки случайно. Вот как-то не думаю, не думаю я. Так. Я думаю, что возраст, вы упомянули свой по тому, что испытываете, вероятно, чувства, ну, может быть, может быть, я подчёркиваю. Испытываете чувства себя за то, что вы живёте с родителями. Вот. Естественно, как оно на самом деле, я не знаю и не могу знать. Вот. Ну, на мой взгляд, ситуация здесь примерно, ну вот, пока. Я не знаю. То есть, как будто бы вы и хотите отдельно жить, но как будто бы вы хотите отдельно жить только потому, что вам как будто бы уже может быть пора отдельно жить. А внутри этого, внутри вот этого, внутри себя, я имею в виду, вы, может быть, не так уж, что вы и готовы жить отдельно. Ваша фраза о том, что я боюсь, ну, что у меня пока не получается звучит, честно говоря, не очень. Потому что у того, кто хочет, получается всегда, у того, кто не хочет, действительно, на самом деле не получается. Это правда. Вот. Поэтому здесь, если мы говорим непосредственно о вашей истории, то это история о страхе взросления. Вы боитесь взрослых. И, нет, я совершенно, совершенно не про то сейчас говорю, что вы должны, обязаны взрослых, нет. Речь, конечно же, идёт не об этом. Речь идёт о том, что вы, в первую очередь, наверное, обманываете себя, говоря о том, что вот я живу с родителями и у меня ничего не получается по-другому. Получаться-то, получается, точнее получилось бы, если бы вы того хотели. А вот хотите вы это или нет, это большой вопрос. На мой взгляд, как я уже сказал, не хотите. Дальше. Так, в некоторые дни я чувствую напряжение почему-то. Ну, вообще-то, вообще говоря, это нормально. Это нормально. Потому что человек не может на постоянной основе чувствовать себя всё время. одинаково. Человек, эээ, существо в этом смысле динамическое. Вот. И будучи существом динамическим, человек испытывает разные чувства. Вот. Совершенно разные чувства. Испытывает напряжение, это нормально. Другое дело, что как вы с ним обращаетесь, как вы его выражаете, как вы его проявляете, может быть. И вот здесь мы приходим к очень интересному моменту, а именно, что скорее всего никак. Вред по ценам является большой проблемой, что никак вы не выражаете свое напряжение. Ну и действительно, кому его выражать, как его выражать, если родителям, наверное, не скажешь, они еще чего доброго поймут вас не так, как вы хотели бы того, да, или что-то в этом роде, вот. Ну а другим людям, наверное, вы не можете так же этого сделать. То есть, иными словами, иными словами, у вас нету культуры выражения своих чулок. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что ваша семья, ваша семья, это не принято. Ну вот, не принято вашей семье выражать свои чулки. Хорошо это или плохо, мы сейчас об этом не говорим. Не так это важно, да и не про это вопрос. А важно то, важно то, что напряжение, напряжение, это нормально. Ну, именно вот, напряжение, напряжение, это норма. То есть, нормально испытывать напряжение, вот. Потому что, ну, разные бывают ситуации, да, разные бывают моменты, разные бывают настроения и так далее. То есть, бывает все по-разному у человека, бывает все по-разному. Но вот выразить вам, к сожалению, это некуда. Некуда это выразить. И вот, в этом смысле, по этой причине вы чувствуете напряжение. И куда это напряжение вам деть, вы не знаете. Поэтому, конечно, дело здесь не в том, чтобы что-то менять, чтобы что-то делать. А дело здесь в том, как мне кажется, чтобы учиться, точнее, повышать культуру выражения своих чувств. Это то, что вы можете сделать. На мой взгляд. Вот. Их присутствие и, наверное, то, что я уже взрослая оказывается. Ну, здесь вы говорите о том, что внезапно заметили, что повзрослеть. Конечно, с одной стороны, вас можно понять. С другой стороны, есть такое ощущение, вот, что вы это больше интеллектом. Вы больше интеллектом. Это осознаете. Ну, из-за физического возраста больше. Тогда как внутренне, на мой взгляд, вы себя взрослой не ощущаете. Потому что, возможно, это блокируется. Вот. Блокируется за невыгодностью. За невыгодностью. Ведь если признать, например, что вы взрослая, то придется что-то делать. Придется как-то что-то со своей жизнью делать. А вас это, вероятно, страшит. Потому что родители у вас, судя по всему, довольно-таки, ну, я не знаю, строгие, не строгие, да. Ну, вот, такие достаточно важные, может быть, может быть, вот, такое слово было бы здесь подходяще. Хотя, конечно, вариантов, может быть, и больше. Дальше. Вы пишите. У меня пассивные игры-эффектные, но я думаю, что это стоит за людям. Ну, давайте мы с вами все-таки по возможностям немножечко расшифруем. Ну, да, вот, немножечко мы с вами расшифруем то, что такое пассивная агрессия. Вот. Именно, вот, по возможностям. Именно по возможностям. А что вы понимаете под пассивной агрессией? Почему именно пассивная агрессия? И так далее. Важным моментом является то, что за этим скрыто. То есть, что скрыто за такой вот пассивной агрессией. Если мы берем за основу, то о чем вы говорите? Ну, наверняка, наверняка же есть какие-то, какие-то основания для, для этой пассивной агрессии. Какие-то основания? Давайте будем разбираться. То, что вы чем-то недовольны, это факт. Но вопрос заключается в том, чем именно вы недовольны. Вопрос заключается в том, чего именно вы хотите. И хотите ли вы вообще чего-то. Дальше. Иногда я думаю, что это за люди и почему я должна им готовить. А это здесь история больше про ваши личные границы. То есть, вы чувствуете, что уже не ребенок. Вы чувствуете, что уже чего-то хотите сами. Но родители, конечно же, этого не замечают. Они не замечают то, что вы чего-то хотите. Они не замечают того, что вы уже взрослые. И ведут себя с вами. Ведут себя с вами как будто вы ребенок. Вот. Что, пожалуй, является естественным и нормальным для них. Они ведут себя с вами так, как будто вы ребенок. А вам хочется уже другого к себе отношения. Только о нем вы не заявляете. А если и заявляете. То есть, если вы чувствуете, что что-то такое вам хочется. То это происходит либо в качестве бассивной окраски. То есть, это происходит не напрямую. Вот. Либо вы ждете от них. Что они сами увидят. Поймут, что вы взрослые. Они этого не понимают. И от этого вам больно. От этого вам больно. От этого вам тяжело. От этого вам неприятно. И так далее. Ну и. Конечно. Конечно. Их требования. К вам. Ну, я имею ввиду. Их. Их требования. От вас. То, что они. То, чего они требуют. От вас. Вот. К этому большое отношение. Тоже. Меня. Почему я должна им готовить. Хороший вопрос. А почему они не готовят себя сами. Когда папе подаю еду. Ну, после работы. Почему ты испытываешь неловкость к мужчинам? Ааа. Ну, наверное. Наверное. Потому что вы здесь. Выполняете роль обслуживающего персонала. Роль несколько. Стран. Странную. И, вероятно, не то, чтобы очень. Не то, чтобы очень. Подходящую. Для дочери. Может быть. Может быть поэтому. То есть, может быть дело в этом. Ааа. Не думали ли вы об этом? Не думали ли вы об этом? Да. То есть. Может быть. Ааа. Все дело заключается в том. Ааа. Что вы. Чувствуете себя обслуживающим персоналом. Для. Своегоца. И вам это неприятно. При том. Что вы чувствуете на него. Некую злость. Вы чувствуете на него. Некую обиду. Что является. Что является. Ну. Что является. Пожалуй. Нормой. Ну. В том смысле. Что. Вы. Вы. Можете. Испытывать. Негатив. Ну. Негатив. Негативные. Эээ. Чувства. К. 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 Фему пап. Вот. В этом. Нет. Ничего. Ээ. Плохого. Вот. Но. Опять же. Вопрос. А. Попол 트레斗. У. вы себе эпо? Не вините ли вы себя за это? Я имею ввиду, не вините ли вы себя за то, что чувствуете злостаться? Например, вот это важный момент. Разрешайте ли вы себе это чувство сами в себе или чувствуете вину? Вину, неловкость, стыд. Дальше. К папе странные отношения, как будто злится у него. Да, и ему не высказывать. Интересно почему. Его, наверное, было в детстве, много работал, отсутствовал, а сейчас я ничего не испытываю к ним. Что это? Это, по сути, означает, что родители не воспитали вас любовь к себе. То есть они, ну, по сути, по сути, ваши родители демонстрируют то, что вы от них. Судя по тому, что мы можем видеть, ваши родители депривированы от вас. То есть отстранены максимально отдалены и так далее. При этом у них есть требования к вам. Требования. Они что-то от вас требуют. Вот. И если раньше этим требованиям вы были готовы отвечать, ну, слепо-слепо, потому что ребенок вы были, то сейчас уже очевидно, что нет. А требования осталось. Понимаете, да? Дальше. Почему так происходит? Сказали. Еще они постоянно чего-то хотят, слышу их разговоры, смешает меня это, как будто на иголках. Это проблематики личной границы и то, что есть, как бы, между, ну, вот, есть прямая связь есть между тем, что они говорят и тем, что это в любой момент может повлиять на вас. То есть по сути речь идет о том, ну, на мой взгляд, это постоянное напряжение получается. Вот. Постоянно, постоянно такая напряженность. Вот. И в результате этого вы все время чувствуете себя как на иголках. То есть вам действительно тяжело. Постоянно вы чувствуете, ну, опасность. Как бы. Вот. И эта опасность, она, ну, действительно может быть. То есть, по-видимому, были какие-то, ну, какие-то эпизоды, скажем так, когда вы вот сталкивались с этим. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А защитить себя? Вы не умеете. Как себя защитить? Вы не знаете. Что вам делать, чтобы себя защитить? Вы не понимаете. Вот. Потому что от родителей, наверное, себя защищать не очень хорошая история. Вот. Понимаете, понимаете, да? Вот. Поэтому здесь вот такая получается постоянная борьба. Вот. И постоянный конфликт. Ваш. Ваш. Само собой отсюда напряжение. Само собой. Само собой отсюда напряжение. Ну, а как? Как по-другому может быть? Вот. То есть, я не представляю, чтобы в данной, ну, в данной ситуации, да, могло бы как-то быть иначе. К сожалению. Вот. Поэтому вы с этим спалкиваетесь. Дальше. Не умеет нормально воспринимать. А как вы воспринимаете? Давайте. Давайте вот так вопрос задать. Как именно вы воспринимаете это? Если вы говорите, что не можете это нормально воспринимать, как вы это воспринимаете? Тогда. Вот. Это очень важно. Чтобы вы как-то для себя это увидели. Вот. Ну, какое у вас к этому отношение? Грубо говоря. Вот. Было бы очень здорово, если бы вы постарались на это вот. Было бы очень здорово, если бы вы постарались это увидеть. Вот. Дальше. Дальше. Мама. Вообще без него ничего не могу. Как-то не очень это. Хотя она, наоборот, его толкает. Ну, это... Какие? Какие? Деструктивные. Как-будто. Отношения вашей мамы и вашего папы. То есть, вам это, ну, не нравится. Не нравится вам то, как они выстраивают свои взаимоотношения. Вот. Вам это неприятно как-то, вот вы чувствуете себя задет. В этой ситуации. Вот. И опять же, сделать-то с этим вы особенно ничего не можете. Вот. Как бы, ну, что-то вас, что-то вас не устраивает, например. Да? Вот. А сказать об этом не получается. Вот. Ну, грубо говоря. Поговорить об этом. Поговорить об этом не получается. Вот. Так что, такая вот история. Вот здесь. Больше. 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 Значит, так. Может у меня к нему плохое отношение? Что делать? Что бы что? Вот. То есть, давайте, ну, постараемся определиться, что делать, что бы что. Что вы хотите в этой ситуации делать. Вот. Совершенно очевидно, что сейчас для того, чтобы вам было комфортно. Вот. Чтобы вам было хорошо. А родители должны как-то по-другому жить. Вот. И так просыпается ваша собственная такая, ну, не знаю, собственная амбициозность. Вот. Давайте я так скажу. Вот. Вот. То есть, если это ваша собственная амбициозность просыпается. И вы начинаете как-то вот требовать обладителей того, чего хочется вам самой. Ну, для себя я имею ввиду, конечно. Конечно же. Вот. Только вот по привычке вы требуете этого от них. От родителей своих. Вот. Что, конечно, оборачивается, ну, не лучшими, не лучшими последствиями для вас. Вот. Что делать в этой ситуации, спрашиваете вы. Хороший вопрос. И, честно говоря, я думаю, что, с одной стороны, нужно работать со своими собственными конфликтами, противоречиями, страхами, рекордными чувствами. С другой стороны, становиться на ноги самостоятельно и учиться жить самостоятельно для себя от родителей. С другой стороны, учиться выстраивать с ними отношения. Вот. Именно выстраивать, а не избегать. Говорить о своих чувствах. Вот. Вероятно, показывать свои личные границы. Что, безусловно, им не понравится. Это нормально. Ну, я имею в виду, что им это не понравится. То, что им это не понравится, да, это нормально. Абсолютно. Нормально. Но вам, вам, на мой взгляд, конечно, сейчас через это нужно будет пройти, потому что не так, чтобы это особо было просто. Вот. Особенно, если вы, вот, когда, ну, психоэмоционально, да, от своих родителей зависит. Ну, пока что, вот, на данный момент, я думаю, что вряд ли вы будете с этим спорить. С тем, что психоэмоциональная зависимость у вас присутствовать. От родителей. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой ответ. Буду благодарен за обратную связь. Понимаю, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.